Мэрия Таллина минувшим летом не согласилась с очередным решением правительства о передаче дома братства черноголовых собственность частной организации, называющей себя правоприемником средневекового купеческого братства. Городские власти подали жалобу в суд и одновременно с этим выяснили мнение горожан о том, нужен ли общественности этот дом в его нынешнем качестве. В результате в суд были переданы подписи 106 129 человек, не согласных с тем, чтобы здание переходило в частные руки, что несомненно способствовало правосудию. Я уверен, что общественная активность, которая сложилась вокруг процесса, безусловно сыграла свою роль, потому что речь стала об общественном интересе и люди доказали, что этот общественный интерес действительно присутствует. Поэтому мы очень рады, что суд согласился с нашей мотивировочной частью и те доводы, которые мы приводили, были услышаны, потому что действительно речь идет о жемчужине истории, архитектуры города Таллина. И такое историческое наследие не может находиться в частных руках. Тем более, что мне лично до сих пор непонятно, какое отношение имеет организация, зарегистрированная в 1961 году в Гамбурге, к средневековому братству, а тем более к нашему дому. Нынешнее судебное решение по данному вопросу далеко не первое. Ранее уже и государственный суд признавал в этой тяжбе право Таллина и его жителей владеть домом братства. Тем не менее, представители возрожденного купеческого общества по-прежнему не оставляют попыток забрать дом себе и намерены продолжить свою борьбу и в будущем. Я сейчас не берусь сказать, какие шаги мы будем предпринимать, но, безусловно, мы не равнодушны в дальнейшей судьбе и, безусловно, мы считаем это решение окончательным. Кстати, то же самое делает и суд, так что, для того же, к сожалению, придерживаются многие другие, люди, которые не все стоят там, так что я думаю, что у нас многое еще впереди. Порядка 300 различных мероприятий культуры проходят ежегодно в доме братства Черноголовых. Здесь базируется столичная филармония, проходят различные концерты, проводятся экскурсии и собрания. Власти столицы опасаются, что если дом перейдет в частные руки, то на всей этой деятельности будет поставлен крест. Очередная битва за историческое наследие осталась за Таллином, однако война, ведущаяся в Эстонии за отъем ценной собственности у общественности и передачу его не внушающим доверия организациям, за которыми стоят ведущие правящие политики, наверняка продолжится. Помимо дома братства Черноголовых, под угрозой вновь оказались помещения, принадлежащие русскому театру, на которые претендует воссозданная по той же схеме, что и братство Черноголовых, некая студенческая корпорация, за которой, что примечательно, стоят практически те же самые люди. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok